14 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки выздоровели 18 человек. Такова официальная ковидная статистика на 1 октября текущего года. Возможно ли победить вирус и когда? На эти и другие вопросы в студии телеканала «Север» в прямом эфире ответила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Брылева. Статистика заболеваемости коронавирусом в Ненецком округе держится на одном уровне. Каждый день списки заболевших пополняют от 10 до 15 человек. Для региона население меньше 100 тысяч – результат неутешительный. Надежда на коллективный иммунитет. Достижение его гарантируется при 80-процентной вакцинации населения. О достижении показателей 80% по вакцинации против коронавирусной инфекции мы понимаем, что сейчас мы только на полпути к этому, к сожалению. А вообще достижимая эта планка 80%? Это зависит от нашего населения. От того, как наше население будет прививаться, только от этого зависит, как быстро мы сможем создать коллективный иммунитет. При этом стоит учитывать, что из этой статистики надо вычеркнуть детей и подростков, которые вакцинации не подлежат. А стало быть, в формировании коллективного иммунитета не участвуют. Впрочем, о достижении 80% планки говорить еще рано. Как и о тех перспективах, которые откроются перед жителями региона. И в первую очередь это ослабление антиковидных ограничений. Сейчас мы понимаем, что это проблема, которая не уходит, которая переходит в какие-то другие этапы. И поэтому, мне кажется, об этом пока говорить рано. Сложная эпидемиологическая обстановка по ковиду плюс сезонная ОРВИ. Особенно актуально это в детских учебных и образовательных учреждениях. Это ли не повод для ведения дистанционного обучения? Позиция сейчас такова, как наша, так и родители, чтобы все-таки дети получали обучение в очной форме. И поэтому мы все должны к этому стремиться. И для того, чтобы наши дети получали обучение в очной форме, мы просто должны, как в рамках школы, так и за ее пределами, проводить все противоэпидемические мероприятия. Поэтому карантин объявляется не во всем учебном заведении, а только в отдельном классе или группе. Возможно, в отдельной школе. Например, сейчас на карантине школа «Сад», деревня Лабожская и школа «Села Великовисочная». То, как будут учиться наши дети, это зависит, вот, я думаю, что на 80% от нас. И поэтому я хотела бы обратиться к нашим родителям для того, чтобы, если их ребенок заболел, да, он чувствует какие-то признаки ОРВИ. Причем это не обязательно повышение температуры, это может быть кашель, это может быть заложенность носа, да. Такие дети, они должны оставаться дома. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал Север.